Дорогие мои, некоторые сидят и говорят, что кто я? А кто я? А кто мы? Мы всего лишь дети царя царей. Всего лишь. Всего лишь дети того, кто имеет все. Дети того, кто искупил нас опять. Сначала нас купил, создал, и потом нас у него украли. И он пришел и опять нас приобрел. У него двойное приобретение. Он сначала тебя родил в Адаме и Еве, и потом назад тебя приобрел кровью сына своего. Он не хочет тебя терять. Некоторые люди говорят, да кто я? Слушай сюда. Я один раз так задумался, потому что, сатана, слушай, ты меня где-то кидаешь. Потому что не платят. Можете себе представить, вы знаете, что по цене, например, стоит гитара, на ней написано 50 долларов. Ты уже знаешь, что за гитара, так? Но когда на гитаре висит ценник 1500, ты понимаешь, что что-то не то. Можешь себе представить, на тебе ценник висел самого дорогого, что может быть на небе, это собственного сына. И ты мне хочешь сказать, что ты никто? За тебя заплатили самое дорогое, что только можно заплатить. О, ни в коем не занись свою цену, не дай дьяволу указать тебе. Укажи ему, он даже рядом не достоин. Это гадина стоять рядом с тобой. Слушай, 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 он по рангу даже не копируется с церковью Христа. Ты даже, слушай, слушай, ты родившись в Адаме, еще даже не был искупленным, ты уже имел ранг больше, чем он. И когда тебя искупили и еще больше тебе дали, слушай сюда, он архангел, притом падший, а ты сын. Сын. Ты знаешь, что разница есть? У него был один глюк, и все. У тебя каждый день глюк, и тебя все равно прощают. Скажи мне. И поговори, прощай, 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 иди ко мне. Ты ценен в моих глазах? Не дай дьяволу сказать тебе, кто ты, ничто. Не вздумай даже в мысли этой допустить. Ты самая ценная, что может быть у папы. Ты его сын, ты его дочь. Да, он многодетный, папа. Я скажу так, да. Рядом не сидят все многодетные люди. Папа самый многодетный. Он любит много, он все в избытке любит. Итак, дорогие мои, тема называется сегодня «Цена прогресса». Цена прогресса. Вы знаете, дорогие, поднимите, поднимите руку, кто хочет реального прогресса в своей жизни? Духовного, реального прогресса. Реально большинство. Послушайте, дорогие мои, знаете ли вы, что не все захотят с вами туда идти? Не все. Некоторые, скажи мне, что тебе нужно, чтобы тебя удовлетворить? И это есть твоя цена. Я видел, как покупались мощные люди. Вы знаете, я когда... Кто изучал историю Божьих генералов? Кто-то изучал? Читали, да, некоторые ли? Вы заметили, как некоторые из них были куплены вещами какими? Славой, деньгами. Кто-то другими увлечениями. И ты смотришь, все, куплен, забран из жизни молодым. Ушел в 35 лет. Как это? Вот так. Нашлась цена. Цена прогресса. Дорогие мои, вы знаете, что я просто шокирую. Меня люди спрашивают, почему не все идут? Почему не все? Я вам сегодня из Библии докажу, что были ребята, которые настолько реально жаждали идти за Богом. И были другие ребята. Дорогие, послушайте сюда. Некоторые думают, что атаковать тебя не будут. Нет, именно твои родные. Вы знаете, что когда с тобой не хотят идти враги, это одно. Но когда они хотят с тобой идти самые близкие, это совершенно другое. И иногда именно эту цену церковь уплатить тяжелее всего. Самое страшное, это вот моя мечта. И вот моя семья. И Авраам стоит. Некоторые люди говорят. Я удивляюсь, как люди легко продают Иисуса. Как легко размениваются. Только, вы знаете, что-то получил мощное. Резко, маленький разговор за столом. Братское где-то. Все, все сбили, уничтожили. Все. И теперь еще хуже, чем до энкаунтера. Слышали такие вещи? Я вам честно скажу. Они говорят. А вы знаете, что вам еще хуже будет? Я скажу, кому хуже будет. Послушайте мне внимательно. Юноша. Скажите мне, юноша богатый встретился с Иисусом? Скажите мне, он из этого энкаунтера уехал счастливый или разочарованный полностью? Так вот, не все встречи с Иисусом венчаются успехом и радостью. Потому что Иисус скажет тебе вещи, которые тебе нужно будет решить. И юноша не смог уплатить цену прогресса. Ты хочешь быть со мной? Да. Ты хочешь? Он говорит, что, чего мне не достает? А он говорит, ааа, в тебе что-то сидит серьезное. Смотрите, первый вопрос богатого юноши. Вспомните. Что мне сделать? Сделать. Заметили? Сделать. Чтобы иметь жизнь вечную. Иисус говорит, ааа, сделать, да? Хорошо. Сделай это. Не пролюбодействуй. Помните, он его перечислил все. Почитай. Он говорит, я все это соблю от юности моей. Ну, его это не удовлетворяло. Аймен? Есть ли здесь люди, которых не удовлетворяет то, что ты был там, там и сделал? Чего он еще не достает мне? Иисус такой говорит, ааа, вон оно что. Ты у меня особый. Знаешь почему? Помните, что написано в Библии? На него Иисус взглянул и написано, полюбил его. Не понял, как это? Потому что Иисус увидел в нем голод, которого он не видел в многих других. Можете себе представить, Иисус никого за собой не звал, только своих учеников. Можете себе представить, он этому человеку тоже сделал вызов. Слушайте сюда, он только двенадцати человекам сказал, иди за мной. Все, которые даже хотели за ним следовать, слушайте внимательно, он сказал, не надо. Могу я с тобой не надо? Двенадцать, все. Семьдесят была отдельная группа людей, но иди за мной, это было только двенадцать. И этому он говорит, оставь все, следуй за мной. Я так думаю, ничего себе привилегия. Но есть но, церковь. Ты хочешь идти за Христом? Тебе это что-то будет стоить. Кто меня понимает здесь? Тебе что-то бесплатно за Христом не ходят. Налегке, с бломбиром в руках не ходят. С сосиской, с батоном не ходят. Будет цена. И цена будет очень серьезная. И когда он ему говорит, посмотрел на него, полюбил его. И говорит, если хочешь быть кем? Вы можете себе представить? У религии совершенство это безгрешность. До чего из них никто не достиг, даю гарантию. Потому что это невозможно сделать. Если кто-то мне, какой-то религиозник, встанет и скажет, я совершенен. Слушайте, сразу можете его на небо отправлять, там же. Потому что зачем ему среди нас грешников вообще вращаться? Амин? Можно возноситься сразу? Ну, брат достиг. Смотрите, что в глазах Бога совершенство. Полное следование за Ним. Вы знаете, что здесь в этом зале есть много совершенных людей? Знаете, что в совершенстве в глазах Бога? Для меня не значит никакая цена. Мой Бог, мой приоритет. Ничего в моей жизни не сможет удержать мое движение к Нему. Можете себе представить? У Авраама мечта. И в один прекрасный момент Бог засомневался, кого он любит больше. Кто-то помнит? Маленькое сомнение такое. Он такой, глядь, что-то Авраам заигрался. Вот у него сын Исаак. Авраам. Да, Господь. Я хочу проверить тебя. Принеси в жертву своего сына. Угадайте, если сейчас это откровение придет сюда. Из любого из вас. Что насчет вас скажет религиозная диаспора? Скажут, ты съехал, и крыша твоя больше не восстановится. Как у нас говорят, крыша едет не спеша, тихо шифером шурша. Ему бы сказали, сына убить? Да, это сказал Бог. Как? Вот так. Он ему не сказал. Ты знаешь, я чисто это, ну как бы это, прикалываюсь, типа. Ты типа его не убьешь. Я как бы хочу просто... Нет. До момента. Вы знаете, что ангел остановил руку? В мозгах уже сына не было. Была мечта, если кто-то из вас думает, что вы не уплотите цену прогресса, вы глубоко заблуждаетесь. И насколько много ты хочешь, а Авраам, ты и нацию хочешь, да? Нацию Авраам хочешь? Отдай самое ценное. Естественно, мы понимаем, ангел остановил руку, нож, занесшийся над его сыном, но извините меня, чтобы привести сына, связать и возложить на хворост, и уже занести, и уже бить рукой, он внутри уже попрощался. Богу важен был факт. Не само действие убийства, а факт того, что уже он занес оружие, все, он внутри его, с ним попрощался. Некоторые из нас, зачем нас Бог через это проводит? Зачем нас Бог через это вот проводит? Потому что он хочет увидеть, насколько сильно ты хочешь. Некоторые говорят, массы людей не смогут это сделать, но есть те, которые сделают именно это, чемпионы Иисуса Христа. Когда ты проходишь какие-то вещи, тебе не будет сказано, с тобой играются. Ты будешь это делать реальности. Вы знаете, послушайте сюда, вы думаете, я тут стою, чисто тут вылез кто-то, прыщ какой-то, что-то орет здесь. Слушай сюда, я со своей матерью попрощался. С моей любимой мамой. У меня не было отца, они разведены были еще, когда я был в маленьком возрасте. Вы понимаете, что я с ней вырос, это было все, это моя жизнь была, мы друзья с ней, друзья. И когда она смотрит в твои глаза и говорит, ты помешавшийся идиот, и говорит, я не могу с тобой идти, он говорит, ты сошел с ума, все. И тебе нужно сейчас решить, ты хочешь оставаться с мамой. Можете себе представить, до этого момента все оставили уже, родственники, уже все оставлено. И вот стоит моя мама. И моя мама отрекается от меня. Некоторые говорят, я не отрекаюсь от меня. Нет, нет, вы не знаете. Есть мамы, которые тебя не волнуют, а есть мамы, которые были жизнью твоей. Потому что она тебя одевала, грела, кормила. Это она была и папой, и мамой, и бабушкой, и дедушкой. Она была всем. И твоя любимая мама, твой друг, который по жизни с тобой вместе. Понимаешь, твоя... И стоит, и твои слезы текут. И у тебя выбор. Вам кажется, что когда вы увидите мечту, тогда вы за нее заплатите. Нет, ты будешь платить за нее. Раньше, чем ты ее увидишь. Вот что делает чемпионов чемпионами. Да когда кто-то увидел, платить легко. Можешь ли ты уплатить, когда ничего еще не видно? О, интересно кричать, говорить. Сможешь ли ты? Брось все и следуй за мной. А гарантии какие? А нет гарантий. Продай все, раздай нищим, следуй за мной. Он глянул на них и говорит, Ну тогда и один из нищих тоже станет. Потому что там, похоже, сильно много, но движения не было. Я понимаю, там Иуда ящик тягал. Но я не думаю, что... Я понимаю, что Иисус не был нищим. Это я гарантирую. То есть, он не был нищим. Такого в жизни не может быть. Царь царей нищий. Такого не может быть. Но я имею в виду, что образ жизни, давайте, кстати, скажем, не его состояние, а образ его жизни, он всегда в движении. Потому что тебя там не просто отлучили, на замечание взяли. Там тебя сейчас убьют. Там тебя со скалы сбросят. То есть, там никто не шутил. Некоторые люди говорят, у меня атаки. Какие? Баба Таня сказала, что я не от Бога. Давай вместе поплачем. Бедный ты мой, страдалец за Христа. Баба Таня. Цену воплотил, патриот ты мой. Что такое прогресс? Прогресс это движение вперед. Нам всем это известно. Когда ты достиг чего-то в своей жизни или в служении, всегда есть кто-то, кто уже достиг желаемого вместе с тобой. Слушайте сюда, ребята. Сейчас вы дошли до этого момента. Знаете ли вы, что есть люди, их немного, но они всегда есть у меня, у вас, у них, которым это нравится, и дальше они идти не собираются. Это неплохие люди. Это прекрасные семьи. Это прекрасные тетеньки, дяденьки, прекрасные мужчины и женщины, которые любят Бога, служат и сгоняют бесов, но дальше они не собираются. Они просто тихо и спокойно дальше не собираются. Ваша реакция. Ваша реакция. Люди говорят, тебя оставляют. Я говорю, да. Самое интересное, что не я оставляю. Оставляют меня. Знаете, кто оставляет нас? Те, кто с нами просто не способны двигаться дальше. Иногда мы сидим в твоем плаче. И он мне говорит, Андрей, ты знаешь, я с тобой дальше идти не могу. Дорогие, я сейчас вам говорю не о врагах. Я говорю сейчас, вот именно стоит Иисус, и ему нужно идти дальше. И вот юноша, которого он полюбил, он ему даже сказал, иди со мной. Я уверен, это был крах для юноши. Можешь себе представить, сам Иисус Христос сказал тебе, следуй за мной. Но цена, самое уникальное, что вот те вот стоят около него, уплатили именно эту цену. Следуй за мной. Сети были кинуты. Отец, папа в лодке остался. Фу, пошли. Матфей, вот он сразу оставляет свою будку. Все. Он был мытарем. Мы понимаем, за Иисусом. И мы читаем, как? Вот так встал и пошел? Да. Встал и пошел. Не озираясь назад. Потому что я знаю, мой Бог не может лгать. Знаете, почему я знаю, что я не ошибаюсь? Потому что я иду за Ним. Мой отец мне не даст змею. Никогда. Я настолько Ему верю, что Он меня упасет от глюка, когда я даже пойду туда. Он закроет все двери. Он говорит, сын, нет. Ты настолько доверяешь. Я твой иншуренс, твоя страховка. Не бойся. Помните, как Павел писал? Я иду. Но Бог остановил меня. Помните? Он говорит, Бог конкретно во сне пришел, сказал, ты должен идти в Македонию. Мы реально видим, что они были в движении, ученики были в движении. Он даже, ты скажешь, но он был туда идти. Нет, Дух Святой его остановил. Остановил. Почему? Он шел. Ну почему? Потому что не время туда идти было. Но он был в движении. Он шел. Он делал. Цена прогресса. Цена прогресса. Кто-то, кому-то кажется, это так легко. Это легко, когда ты оставляешь ненавидящих тебя. А что если? А что если это самое ценное в твоей жизни? Что если? Что если это твой сын? Что если это твоя дочь? Что если это самое близкое к тебе? Что ты будешь делать? Куда ты будешь идти? Что ты будешь предпринимать? Ой, ты счастливый человек, когда самое родное находится с тобой. Счастливее нет. А что если такого нет? И тебе нужно сделать выбор. И тебе нужно сделать выбор. Авраам, как насчет, а? С сыночком попрощаться. Всегда есть те, кто уже достиг желаемого. И они будут делать все возможное, чтобы удержать тебя и твое движение вперед. Иногда кажется, что все желают постоянного прогресса. Слушайте внимательно. И движение вперед. Это не так. Это не так. Кто-то тихо, спокойно сидит и говорит, а вот дальше я не пойду. Послушайте, раз за разом я переживаю это с моей командой в моей церкви. Дорогие мои, один раз мощный пастор сказал такую пословицу. Он говорит, церковь как поезд, которая едет к цели. Каждая остановка это следующий уровень. И на каждой остановке кто-то выходит с поезда и кто-то заходит назад в этот поезд. Твое дело двигаться. И не все доедут до конечной остановки с тобой. Не все, кто начали закончат с тобой. Не все, кто были с тобой. И мы когда читаем про учеников, почитайте, сидит Паша, великий помазанник, в тюрьме и пишет все оставили меня. Нет, 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 стоп. Это не обман. Тот предал меня. Помните, он перечисляет имена там, он говорит ушел, это там то, это то. И он пишет Тимофею. И знаете, что он пишет Тимофею? Не стыдись меня. Потому что даже похоже Тимофей стал стыдиться самого своего духовного отца. И он сидит в тюрьме, уплативший огромную цену. Слушайте сюда. Перевернувший поколение. И он говорит, меня оставили все. Как тебе такая цена? Ты же хочешь помазание Павла, наверное, да? Как насчет все? Все, это значит все. Я не верю, что Библия шутит. Меня оставили все. Сижу в тюрьме, держусь за эту клетку и понимаю, это моя цена за мое служение. Кто-то сидит, когда мне зарплату заплатят? А как насчет клетки за Христа? Ты это для кого делаешь? Для пастора? Для кого это делаешь? Для камеры? Или это ты выжимаешь для Иисуса Христа, который в конце расплатится со всеми? И когда Он расплатится, ты хочешь этой зарплаты. И когда Он вознаградит, ты хочешь этой награды. Поверьте мне, ты хочешь именно того, что тебе хочет дать Иисус. Часто это близкие люди, не желающие тебе зла или провала. Они просто тихо и спокойно не собираются вперед. Это происходит по той причине, что эти люди не хотят платить цену движения вперед. Просто тяжело, ребят. Вы знаете, что бывает тяжело? Все сходится. Тяжело. Мне тяжело. Денег нет, атаки меня никто не признает. И мне нужно держаться за мечту? Да, за мечту. А что дальше? Не знаю. Не знаю, что дальше. Держимся за мечту. А какая мечта? Мечта, что наше поколение увидит живого Иисуса. мечта, что еще услышу хотя бы одно свидетельство своей жизни, того, что я делаю. Мечта о том, что все-таки люди перестанут врать сами себе и прочитают свою же Библию. Мечта о том, что наши подростки в церквях не будут скалываться, не будут снюхиваться и спиваться в наших церквах. Мечта об этом. Знаете, что делает религия? Не слышу я тебя. Все нормально. Аллилуйя, аллилуйя. Соберем снопы, снопы. А я только листья принес. смешно, плакать хочется. Потому, что кто-то пошел на компромисс. Потому, что кто-то читая Слово Бога не хочет жить по Нему. Кто-то закрыл глаза на смерти, на ужасы и кошмары. Вы знаете, я благодарен Богу. Я был человеком, который остановил несколько самоубийств лично. Я имею ввиду, ко мне пришел человек. Можете себе представить? Свидетельство из Германии. Я был шокирован. Я вам честно говорю, есть свидетельства, которые меня просто конкретно кувыркают. Он говорит, я сижу, говорит, мне дали твой диск. Парень пишет. Бизнесмен, он описал свою жизнь, он говорит, у меня было все, и вот в этом-то и проблема. Когда у тебя было все, тебе плевать на все. Он говорит, у меня в руке пушка и твой диск. Я ложу их на стол и говорю, если реально сейчас моя жизнь не меняется, как вот мне сказали, послушай это, и твоя жизнь изменится. Я вываливаю свои мозги. И он не шутил. Он писал, это был абсолютно человек, который с Богом ничего общего не имел, вообще ничего. Он просто закончил жить. Он говорит, все умеял, все было, все купил, плевать на все. Все закончено. Больше жить не интересно. Он ставит диск. И буквально он говорит, за несколько минут меняется все. Слава Богу, приходит в комнату, говорит, Дух Святой реально оборачивает, и он становится одним из самых ревностных последователей Иисуса Христа до сего дня. Это было где-то года четыре назад. Я читаю, говорю, Иисус, я теперь буду серьезно проповедовать. Я даже не знал, что если ты там где-то кто-то пастор не пободрствовал, не тот диск попал. Кто-то понимает? Поэтому, когда ты говоришь, говори то, что Бог тебе сказал. Когда ты проповедуешь, чтобы не было ни одной твоей проповеди, которая стреляет мимо цели, ни одной. Потому что Бог по ругаем не бывает. Если ты ходишь с Ним, ты всегда будешь ходить в огне. Не бывает с Богом плохих дней. Нет их. Ты всегда в огне Святого Духа. Бог всегда будет течь через тебя. Если ты, естественно, сам не станешь краном, который перекроет все. Часто это близкие люди, которые не хотят с тобой идти. Не желающие идти без зла или провала, они просто тихо и спокойно не собираются с тобой дальше идти. Это происходит по той причине, что эти люди не хотят платить цену движения вперед. И чтобы не выглядеть проигравшим, слушайте сюда, или слабым, они попытаются сделать все возможное, чтобы удержать тебя от прогресса. Не потому, что они плохие, потому что они на твоем фоне, когда ты в огне. Дорогие мои, послушайте, мы с ребятами сидели и говорили, Эдик держит последний айфон, так? Я держу предпоследний айфон, так? Например. И я ему говорю, угадай, что этот телефон, который у меня сделало старым, он буквально полгода назад был новейшим из новейших. Он говорит, выпуск нового телефона. Дорогие мои, так вот, чтобы удержать что-то старое в топах, нужно уничтожать новое. Это то, чем занимается дух религии. Не дай Бог, выйдет новая версия церкви. Алло. Не дай Бог, ты начнешь ночами молиться, Бог же придет. Уникально. Правда? И вы знаете, почему у нас, вы знаете, ко мне попала картинка к нам в церковь. Просто, знаете, кто-то картинку на телефон прислал тебе, знаете, просто как меняется там картинка. На, посмотри фотку. Я смотрю на фотку. Я был шокирован. Я уверен, что, может, некоторые из вас ее видели. Да ужасно смешная. Стоит Биммер 69-го, не помню точно года, не хочу обмануть никого, 60-х годов, короче, конец 60-х годов. И стоит Биммер 2010-го. И нарисован прогресс. То есть, оттуда до туда. И я смотрю, насколько завод BMW, BMW, изменился, и насколько он стал просто прекрасной машиной из вот того, знаете, простенького вот в эту махину. И стоит наш Автоваз. Стоит Лада. Мужики, мужики, знаете, что у нее изменилось? У нее решетка стала хромовой. Стоит что вы смеетесь? За 30? 30? 30? Они отхромировали решетку. Ребят, а может еще что-нибудь сделаем, а? Нет! Чтобы держать эту дрянь продаваемой, не нужно менять ничего! Поэтому, что у тебя 30 лет живя, что у тебя 2010-го, вы же одинаковые! Нет, ну кто-то понимает, о чем я говорю. Я смотрю и глазам не верю. Вот это наша Раша. Все люди как люди! Все прогрессируют! Нет! Чтобы что-то не стало старым, нужно не выпускать что-то новое. Вариант предлагаемый церкви религиозной. Чтобы что-то не стало старым, нужно ни в коем случае не дать новому пробиться. А оно пробьется, добьется и еще врежет. И потом когда ты спрашиваешь у нормального человека, какую машину ты хочешь? Он тебе конечно скажет Бима. Слушай, стоп, стоп, а может ты хорошо подумаешь? Да. Знаете, а какой ты Бима хочешь? Да хоть 69-го! Он все равно лучше. Вот в чем прикол. У них кто лучше, чем у нас это? Это смешно, это правда. А последнюю дрянь выпустили. Бог мой. Я не буду называть эти модели, это знаете, это приоры, калины. Это еще хуже, чем вот эта дрянь, которая там совком выпускалась. Танки вот эти, которые все пройдут и все победят. То вообще какой-то ужас. Ладно, это тема не машинная. Я хочу, чтобы вы взяли мою мысль. Чтобы ни в коем случае не допустить, чтобы случилось что-то старое. Тебе не нужно соревноваться ни с кем. Тебе просто нужно ни в коем случае не допустить что-то новое. Слушайте, не политика ли это религиозной церкви, родные? Вот скажите мне честно. Любое движение Святого Духа останавливается сразу. Потому что не то, что они не хотят, а потому что то, что делаешь ты, обличает их модель. Теперь как это? Вот так? Да. Убить. Сказать от дьявола. Почему? Чтобы ничего не переделать и держать то 30, 40, 50 лет в одном и том же состоянии, в одном и том же мути, откровениях и песнях. Все одно и то же. И не дай Бог, ты рыпнешься даже. Вот почему тебя, с тобой никто не сюсюкается, тебя сразу отлучают. Вот почему там, приезжаю там за прослушивание моих проповедей, всех отлучают. Слушай, отлучальщик, смотри на меня, смотри. Они их все равно прослушают и тебе не скажут. Сейчас есть такая штука, которая, кстати, почему-то ее не... Хорошо. Вы знаете, что радио не от Бога? Вы же знаете, да? Церковью религиозной было утверждено. Я не буду говорить в каком году, я был еще при этом живой. Сказали, радио это демоническая вещь. Телевизор? Ну, тут даже вопроса нет. А вот прикол есть. Интернет от Бога. Насчет него никто не голосовал. Ну, что все его смотрят? А интернет откуда? Ну, никто не сказал, что от дьявола. Наверное, он хороший. А там нарыть все можно. А там накопать все можно. Копай, копай. Ты думаешь, то, что кто-то из твоих друзей сюда не пришел? Вот так жалко. Слушай внимательно. Он это все скачает послезавтра. Я даю гарантию. Все люди говорят, мы тебя не слушаем. А откуда эти тысячи скачек? Кто это качает? Я, что ли? Откуда? Я ж вижу статистику. Проповедь скачана за два дня. Полторы тысячи раз. Интересно. Что-то тут нечаянно кто-то нажимал там, нажимал. И самое уникальное, что у них конфликт с самих собой. Голова говорит, эта тварь выключи, а дух говорит, давай еще послушаем. А потом говорят, слушай, я выкину этот диск. Слушай, а у тебя еще один есть? я и тот послушаю и выкину тоже. И они сидят, они сами не знают, что с ними происходит. Мужики, мне плохо, что? Я его ненавижу, но мне его слушать хочется. Слушайте сюда. Знаете, почему они запрещают? Потому что они все все прослушали. если бы они не знали, кто это, они бы никогда не запретили. А кто это? А мы не знаем. Уходите, конечно. Нет, не вздумайте, вы поймаете вирус. Слушай, они его уже поймали. Просто у них сейчас срабатывает. Знаете, что? Сейчас момент обозрения. Старая додыхает, новая заводится. Сейчас, подожди. Самое главное сейчас заведется. сейчас заведется. Знаете, кто-то говорит, вас мало. Я говорю, слушайте сюда. Если нас мало, вас меньше. И вас каждым годом становится меньше. Потому что правду не надо отстаивать. Ты ее просто говоришь, и она прет сама по себе. А вот останавливать правду надо другим. Потому что она же прет. не нравится мое служение. Можете представить, я никогда не рекламирую свой приезд. Они сами все делают. И даже те, которые не знали, да, на какой сайт мне надо выходить? www. Нет. На какой сайт? gtwelllife.org. Да, хорошо, не выйду никогда. не слушайте шаповалова, шаповалова. Google Апастор Андрей Шаповалов. Религии нужно тактику поменять. Она уже нафталинов провоненная. То есть тебе нужно сейчас реально ставить блокираторы. Раньше запреты, сейчас нет, запреты нет. Тебе надо блокиратор ставить. Так, все заходят, интернет ни у кого не работает. Вообще раз, и отключились. Тебе нужно другую тактику менять. Другая уже идет в жизни. Хорошо, двигаемся дальше. Чтобы не выглядеть проигравшим, возвращаемся к этой мысли, тебе просто нужно удержать прогресс вперед. Как жигули. Ты удержал прогресс вперед, это значит у нас нет старого. Эти запчасти 80-х подходят на запчасти 2010-го. Так? Так. Колеса подходят, багажник подходит, гнилые крылья можно поменять. Ну, что ты путчись? Мучаться ж не надо. Вы знаете, что спорт это огромная арена? Спорт. Спорт это огромнейшая арена возможностей, уровней. И в спорте уровней массы. Вопрос заключается в том, далеко ли ты хочешь идти? Хорошо, послушайте внимательно. Вы знаете, что есть чемпионы по футболу двора? Все понимают меня? И это не шутка. У нас там церкви ребята выезжают, играют. И вот вы на этом дворе есть ребята, они говорят, вот Саня, все хотят Саню в команду. И Серегу. Потому что Саня и Серега, тот классно забивает, тот классно охраняет ворота. Если ты этих двух ребят сейчас возьмешь в свою команду, твоя сторона в этом дворе будет всегда выигрывать. Мы всегда так играли, и всегда мы знали, кто чемпион. Но вы знаете, что будет смотреться как ребенок ничего не знающий вообще. Вы знаете, что чемпион города отличается от чемпиона страны? А вы знаете, что чемпионы разных стран отличаются от чемпионов мира? О! Так чемпион чего ты хочешь быть? Двора, одна цена, один уровень. И если ты хочешь остаться, то не вздумай соваться, играть с чемпионами города. Или какая-то команда города, не вздумай соваться. Потому что сразу ты будешь никто. Ну не так ли? Ты такой, о, мяча уже нет, ребят, ребят, куда, куда? Все. Тут таких, как ты, отбрасывает просто нечаянно. И остаются самые ребята мощные. И мы знаем этот натуральный процесс и отбор. То же самое происходит и среди нас. Чемпионом чего ты хочешь быть? И вы знаете, что самое уникальное? Цена везде разная. Если там все, что тебе нужно сделать, это просто выбежать во двор, поиграть, минимум выбежать. То если там, то тебе нужно теперь сделать футбол своей жизнью и поле футбольное вообще твоим домом. Иначе ты вылетишь при первой спортивном состязании. Ты вылетишь просто. все. На каждом из этих уровней есть те, кто хотят видеть тебя выигравшим и те, кто хотят видеть тебя проигравшим. ты думаешь все будут тебе кричать го бэби го вперед Серега о е го го некоторые я думал что у него ноги сейчас он вывих он сейчас перецепился и хряпался не все захотят чтобы ты был чемпионом не все захотят идти рядом с тобой не все захотят платить цену не все захотят так в чем заключается смысл этой темы куда ты хочешь идти и сколько ты хочешь платить я хочу идти до самого упора до кого-то только может дойти человек меня не волнует ты скажешь что ты в своей жизни видел послушайте видел много не хочу даже упоминать много разных чудес исцелений разные вещи и мне настолько мало что для меня это я даже это не упоминаю как другие помазанники знаете первое что они приходят первое что они начинают упоминать у нас хромой встал у нас зрение у людей там бывает слушай сюда у нас это бывает даже нечаянно вы понимаете свидетельства идут мужик айпада дел реально там сальто сделал на остановке и говорит с меня бес вышел тему какую-то поставил никто у него руки не возлагал да мне вы знаете сколько этих свидетельств прет мне мало я хочу чего-то чего раньше не было никогда чего и ты думаешь люди люди скажут это от бога гарантирую от бога как они могут сказать что это от бога если этого никто никогда не видел как ну я знаю одно рожденные от бога знают что такое от бога рожденным от бога я не должен объясняться послушайте вы знаете сейчас чтобы доказать вам что это от бога сейчас место из библии вот место из библии если пастор не закрепил свое слово место из библии это не от бога тема это просто мысли сердца да и сердце и жизни и ума и фантазии поэтому я люблю все закреплять библией и сегодня тоже закрепим в христианстве против тебя не просто идут игроки на поле против тебя идут демоны духовного мира против тебя не только идут люди под влиянием демоническим против тебя идет сама диаспора сатанинская потому что вы знаете я что увидел я думаю боже почему дьявол воюет и скажите мне честно почему он выигрывает нет честно мне скажите нет я не верю мы церковь Христа мы победители победители ты победитель тут а кто-то тебя никто не видит ты уже не победитель ой извините ну влип стоп нет давайте будем честными я люблю честность иногда честность некоторых там ну коробит ну мне нравится почему мы проигрываем в основном давайте скажем так не всегда не все в основной массе христианство проигрывает сатане правда хотите верить поднимите свою статистику проговорите сами с людьми сколько в месяц они победители и сколько в месяц дней они проигравшие сделайте только честную статистику я просто удивляюсь когда ты идешь против демонического мира реально бесы конкретно хотят удержать тебя вы знаете что в христианстве есть уровни возможности и когда ты начинаешь двигаться вперед есть кто-то кто достиг моментов и больше не хочет идти дальше большинство людей в христианстве хотят идти не хотят идти дальше и самое уникальное то что когда ты хочешь двигаться всегда кто-то будет кто будет останавливать тебя большинство людей в христианстве остаются на уровне двора то есть служение далеко нельзя назвать великим не потому что они не хотят выйти на уровень мира или достичь чего-то великого но потому что цена становится невыносимой и я отвечаю себе на вопрос почему дьявол всегда побеждает потому что он борется за выживание слушайте сюда вы знаете что что делает сатану опасным и постоянно побеждающим какой кошмар потому что мы с вами боремся когда у нас есть настроение или когда нас придавит его выживание зависит от того чтобы церковь не встала ему терять нечего покаяния у него нет слушайте любимый мой и он будет делать все все возможно чтобы уничтожить церковь или по крайней мере удержать ее в этом состоянии в котором она была постоянно потому что от этого любимый мой зависит его существо его выживание его сущность я так говорю господи если церковь начнет вот так бороться если церковь некоторые люди говорят дьявол побеждает слушайте дьявол побеждает потому что мы еще не видели какая должна быть церковь вы думаете все что увидели вокруг это церковь слушайте дорогие давайте честно скажем это даже это не лежало там где Иисус был это там не терлось даже там где помазание было это что-то выжившее это то что что-то высохшее это что-то где-то прочитанное это как дьявол пытается предоставить нам вариант знаете бог говорит у меня есть вариант церкви дьявол говорит нет у меня все будет только силы не будет песни будут библия будет крест будет проповедуйте как хотите но силы дубки головная боль будет вот и будешь таблетки пить дети твои да ты свою собственную семью не сможешь удержать в руках меня бы это задело реально меня бы задело ты воюешь с каким-то шаповаловым а твоя собственная семья в миру объясните мне этот глюк у нас это постоянно приходит до меня и говорит я делаю все возможное чтобы тебя остановить я говорю слушай ты своих детей у него их 8 все в тюрьме все все пацаны все в тюрьме я говорю ты своих парней не смог остановить он говорит я их предал во измождение плоти ты думаешь что такое я им сказал о живом боге они знают истину не знают они его не знали они ничего не увидели потому что о боге не нужно говорить бога нужно явить явить ты хочешь встретиться с моим живым богом пошли со мной только ты действительно хочешь без шуток да тогда тебе нужно сделать будет выбор потому что когда ты встретишься с христом слушай сюда назад ты не можешь сказать а иисус знаешь иисус я попользовался вот покаянием посвящением и как бы не подходит для моего стиля жизни можно сдать назад гарантия есть еще вы знаете как ты взял вот рубашку одел ее что-то не то подруги там друзья сказали не идет она тебе ты такой а ладно сдам и такой погулял потусовался потусовался там среди друзей и эти все говорят слушай ну не идет тебе христианство к лицу не к лицу ты как бы нормальный мужик был раньше иисус можно сдать как бы это попользовался спасибо нельзя счастливых отступников нет кто-то может мне показать радостного счастливого отступника только не напившегося потому что на время мы все счастливые но когда тебя попускает этот зеленый змей счастливых отступников церковь нет нет даже ученики на свои моменты пережили мы помним с вами как кукарекал три раза петух и тот который там я за тебя вот кукарекал петух Петр ты же знаешь тебе сказали тебе только что это не то что тебе сказали Петр отречешься иисус даже сказал когда и что будет сопутствовать твоему отречению все равно отрекся вот петух кукареку не знаю его он говорит не прокукарекать трижды ты дважды да так было да отречешься он говорит кукареку отрекаюсь кукареку отрекаюсь ой скажите мне он счастлив был нет потом иисус естественно принял его любишь ли ты меня любишь ли ты меня любишь ли ты меня большинство людей в христианстве остаются на уровне двора их служение далеко нельзя назвать великим не потому что они не хотят выйти на уровень мира или достичь чего-то великого просто цена становится невыносимой я еще раз это хочу подтвердить и часто ценой являются те кто ближе всего к нам ближе всего к нам сколько я видел людей которые просто богу поставили условия если 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 он пойдет со мной если она будет рядом если мои родственники примут а я тебе еще раз говорю а что если твое посвящение христу лишит тебя всего и оставит тебя все как насчет этого подразумевал ли ты что твое служение не гарантирует тебе успех а твое служение гарантирует тебе то что ты будешь идти к своей мечте и будешь счастлив да ты будешь сидеть в тюрьме и писать меня оставили все но внутри ты будешь счастлив потому что ты живой ты делаешь что-то что меняет и мы с вами все понимаем один из самых величайших людей в новом завете это апостол павел но когда мы смотрим на цену его прогресса извините ребята знаете почему павлов мало сейчас вот именно поэтому кто хочет быть постоянно побиваем жалим кораблекрушения побои тюрьмы кто-кто хочет такую жизнь никто вот поэтому помазания очень мало на этой земле потому что мало кто хочет реально посвятить свою жизнь Богу очень мало давайте мы прочитаем одно место из Библии число 13 глава 27 стих число 13 27 число 13 27 мы мы эту историю знаем давайте еще раз просто освежим ее и пошли и пришли к Моисею и Аарону и всему обществу сынов Израилев в пустыню Фаран в Кадес и принесли им и всему обществу ответ и показали им плоды земли и рассказывали ему и говорили мы ходили в землю в которую ты посылал нас в ней подлинно течет молоко и мед и вот плоды ее но народ живущий на земле той силен города укрепленные весьма большие и сынов Енаковых мы видели там Амалик живет на южной части земли Хитеи и Усей Амарей живут на горе Хананей живут при море и на берегу Иордана но Халев успокаивал народ перед Моисеем говоря пойдем и завладеем ею потому что мы можем одолеть ее а те которые ходили с ним говорили не можем мы идти против народа сего ибо он сильнее нас и распускали худую молву запомните чтобы чтобы не пойти куда скажите мне давайте сейчас так мы прочитаем чуть дальше просто вопрос скажите мне 10 соглядатая желали смерти Израилю нет они желали добра и благословения да почему именно эти 10 соглядатаев принесли смерть всем потому что они не захотели уплатить цену прогресса слушайте сюда до этого воевал Бог скажите мне кто убил фараона и все войско вода хлоп мы с вами смотрим естественно там кто-то шел они справлялись то есть нет проблем но теперь тебе нужно тебе нужно войти в чью-то землю и уничтожить все вы знаете я уже говорил в пропаде если кто-то слышал вы слышали на этот момент странные у Бога подарки представь я к тебе приезжаю говорю тебе вот тебе 600 мерседес спасибо спасибо да ему заплатишь 80 штук ну реально скажите мне это подарок нет ну как ты знаешь сам катайся на этом вы знаете что самое уникальное было Бог сказал я отдаю вам землю в которой течет молоко и мед только там маленькими буквами написано было маленькими только вы всех зарезать должны туда они так смотрят на этот контракт не говорит ну да написано дарю землю Израилю крупные буквы маленькие маленькие только всех у тех всех все надо зарезать Господь как это они же огромные ну да ну извините ребята если бы я вам там сказал вы вообще никуда не пошли я просто так как бы ну удержал вы можете представить Моисей посылает двенадцать соглядатов когда посылает соглядатов это значит человек который посылает не знает что там так он говорит идите высмотрите какие люди там живут то есть он не знал ничего он просто знал вот там наша земля все кто там живет ничего неизвестно ребята приходят туда Моисей ну и подарочки Иисус Навин и Халев рвут там на себе одежду посыпают голову пеплом просто мы с вами читаем эти места из Библии они реально были просто в шоке десять человек и вы можете знаете что когда они распустили худую молву все поколение остановилось вся нация остановилась Бог сам Бог который пообещал им землю он сам удивился и вы знаете был момент в жизни Бога где он сказал Моисей уходи сейчас я с ним поговорю сам помните это этот момент и мало того что они еще сказали давайте изберем нового мужика я голосую братья и сестры ты думаешь откуда голосование мы не хотим брата Моисея кто за мы все за пошел Моисея ты больше не пастор в нашей церкви некоторые картины всплывают я думаю с чего бы это но халев успокаивал народ перед Моисеем говоря пойдем и завладеем ею потому что мы можем одолеть ее а те кто ходили с ним говорили не можем мы идти против народа сего ибо он сильнее нас и распускали худую молву о земле которую они осматривали между сынами израиль говоря земля которую мы ходили для осмотра есть земля поедающая живых брежье земля никого никого не ест и весь народ который видели мы люди великорослые там мы видели исполинов сынов инаков из исполинского рода и мы смотрите были в глазах наших слушайте сюда вот где наша проблема мы были в глазах наших как кто кузнечики как саранча такими же были мы и в их глазах слушай сюда когда тебе говорит враг ты кузнец прыгай и ты прыгать начинаешь это говорит что ты веришь кто ты ты знаешь когда Голиаф проклял Давида своими богами и буквально в смысле слова сказал саранча давайте так скажем ты вообще мелочь сдунь отсюда и смотрите то Давид не поверил в это пророчество и он сказал и вы знаете что мне понравилось Давиде написано Голиаф начал подходить к нему а в Библии написано а Давид просто ну не хотел чтобы он долго мучился написано побежал к нему навстречу и говорит ну все хватит мужики мужики которые боятся не бегут навстречу к своим врагам чтобы закончить этот разговор дорогие мои проблема в том кто ты в своих глазах прямо сейчас ответь себе не мне кто ты воин победитель или ты саранчушечка саранчучу сюсюсюшечка маленькая такая с крылышками повырыванными знаете я помню мы ловили этих кузнецов эту саранчу ловили еще там помню ты им это ноги вот эти прыгающие отрываешь и она у него задница так знаете кто ты вопрос в том не как видит тебя враг вопрос заключается в том как видишь себя ты ты кто я никто ну тогда с тобой так и поговорят самое интересное можете себе представить знаете что самое ужасное в этой истории что все воины которые были готовы для победы были обречены на рабство и обречены были на 40 летнее рабство ходить вокруг горы они были обречены есть 40 лет мамку которую они должны были есть 40 дней ты знаешь какая проблема когда тебе что-то дается на время а ты это начинаешь есть 40 лет нет некоторые сидят и говорят да привыкаешь к пище знаете почему они вопили почему у них написано все это не потому что манна не от бога а потому что то что бог сделал временным мы делаем постоянным кто-то понимает эти маленькие фразы бог сказал это временно а мы там прожили всю жизнь свою и бог сказал знаете что теперь будете есть пока не сдохнете и не ходят вокруг собирают манку потихоньку вымирают 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 и вы знаете что послушайте сюда халевы иисус навин выучили этот урок настолько сильно потом помните когда один из войска утаил и пришло проклятие слушайте сюда пришло проклятие на весь стан израиля помните эту историю он утаил золото под своей палаткой и потом они говорят мы не поняли почему мы не можем стоять против врагов наших почему мы не можем победить вы знаете что когда ты не можешь победить что-то заклятое в твоей жизни что-то есть что держит когда ты с богом ты не можешь не побеждать ты рожденный победитель и когда они у них был первый проигрыш иисус навин говорит я не понял бог что это и он говорит встань со своих колен заклятое встань израиля помните это место и они начали бросать жребий И попал, попал, попал. И выводят этого мужчину. И он, да, раскаивается. Знаете, что сделал Иисус Навин? Чтобы зараза не распространилась, и чтобы опять эти все миллионы людей не сели. Он уничтожает все. Это духовный смысл. Он не пошел на компромисс. Он не начал сюсюкаться. Он скажет, ты, дорогой мой, умрешь сегодня. Я не говорю о том, что ты кого-то должен убить. И говорят о том, что это духовный смысл. Не иди на компромисс с ложью. Если что-то начинает удерживать твой прогресс вперед, разберись с этим сразу. Потому что, слушайте сюда, я не хочу быть обреченным с тем поколением на вымирание. Моя мать сидит, ей уже 60. И она говорит, сынок, если бы в мое время, когда мне было 25, было то, что сейчас находится ваше. Мне бы, если бы хотя бы проповеди эти были, она говорит, не было ничего. Они все были обречены. Слушайте, давайте не дадим никому остановить нас, церковь. Давайте не дадим кому-то питать нас манкой, обманывать и дурить нас. У нас обетованная земля. У нас божьи чудеса впереди. У нас целое поколение, которое должно подняться в огне Святого Духа. Кто-то должен встать и взять на себя, просто взять на себя ответственность и сказать, Бог, если не я, то кто? Если не я, то кто? Я иду, я посвящаюсь, я буду двигаться вперед. О, Иисус. Самое интересное, что эти люди не хотели, чтобы Израиль двигался вперед. Они не желали своему народу смерти, но они сделали все возможное, чтобы остановить прогресс. Очень часто Бог не может двигаться в твоей жизни, потому что вокруг тебя находятся те, которые для тебя имеют авторитет больше, чем Бог. В твоей жизни находятся те, которые для тебя имеют авторитет больше, чем Бог. Это страшно, но это правда. Это страшно, но это правда. И пока эти люди не будут удалены из твоей жизни Тебе не видеть Просто не видать движение вперед Сам ответь себе на вопрос Кто может остановить твой прогресс Будь очень осторожен Насчет того, кто вокруг тебя Будь очень осторожен Насчет того, кто вокруг тебя Потому что, дорогие мои Очень часто ко мне приходят люди Вы знаете, я удивляюсь Как у Иисуса Иисуса хотели остановить Сначала дьявол в пустыне Потом фарисеи, потом свои же люди Свои же люди Вот стоит Петр, послушайте меня И когда он рассказывает о смерти своей Один из любимых учеников говорит Да не будет этого с тобой Объясните мне реакцию Иисуса Отойди от меня, дьявол Отойди от меня, сатана Ибо ты думаешь, что человеческое А не о том, что Божье Ничего себе резкий ответ Что это? Это кто-то покушается на твой прогресс вперед Кто-то прямо сейчас высказался И вы знаете, я очень радикально реагирую Когда кто-то хочет предложить мне что-то Если бы вы знали, сколько я сидел за столом с людьми Даже до вылета сюда буквально Был еще один разговор И обычно это люди Знаете, ко мне не подсылают людей Которые там, знаете Ко мне подсылают, знаете Телеведущих, проповедников Такие, которые действительно там Власть где-то имеют, знаете, авторитет И они пытаются там Слушай, давай, давай сотрудничать Я говорю, конечно Но сразу есть контракт Вы знаете, в дружбе есть контракт у них Но ты можешь перестать Я говорю, я перестаю До свидания До свидания Как? Все? Все Потому что никто не коснется моей мечты Обитованной земли Я никому не дам остановить то За что я так много уплатил Вы знаете, знаете, почему многие люди Кидают очень быстро Потому что было заплачено очень мало Знаете, почему что-то не имеет в наших глазах цены Потому что тебе это подарили Знаете, почему иногда Бог делает цену для тебя Настолько невыносимую и огромную Чтобы в конце концов ты начал это ценить настолько Что никто не прикоснется к этой мечте И некоторые люди не понимают Почему? Бог, почему? Оно так для меня стоит дорого Я уже 10 лет ору и ничего Чтобы ты знал цену этому И чтобы никто никогда не смог купить твою мечту Никогда и никто И вот здесь идет Иисус Навин И Халево метованную землю И крах, провал, поражение Что он делает? Сметает с лица земли палатку Всю семью Уничтожает все Метает камни, гору делает И всем показывает Никогда Никогда не прикоснитесь К моей мечте Время И до дня его в смерти Иисус Навин был победителем Победителем Потому что никто Не смог больше купить его Знаете, мне нравится Иисус Навин Он выучил урок Угадайте, по скоках с наглядатор я посылал Иисус Навин Почитайте Библию Это для некоторых откровений Потому что он уже сходил С десятил И некоторые не заметили Я очень внимательно читаю Библию Я такой читаю Послал двух В другом месте Опять двух Не понял, Иисус Навин Что за дела? Иисус Навин понял Не надо мне эта толпа Дайте двух нормальных мужиков Кайф все объяснят Аллилуйя Чтобы ты не достиг в своей жизни Всегда есть место для прогресса И движения вперед Вокруг тебя всегда будут те Кто всеми силами попытаются остановить тебя И всегда будут те Которые всеми силами хотят благословить тебя Дорогие мои Нам выбирать куда идти Нам выбирать что делать И сейчас я хочу Чтобы команда вышла сюда И я хочу Когда начнется молитва Я хочу чтобы сюда вышли те Которые реально Не просто хотят посвятиться А хотят реально сказать Вот я Бог Я уплачу любую цену И я хочу видеть огонь Святого Духа Ты просто выйдешь сюда И мы просто вместе помолимся Это простая молитва Твой шаг вперед доказывает Богу Что ты желаешь Ты хочешь Ты мечтаешь Ты больше Ты больше не будешь делать То что делали раньше Ты хочешь чего-то Необъяснимого Великого Огромного Давайте мы все встанем Давайте мы все встанем Аллилуйя Просто помолимся Богу нужно твое сердце Богу нужно просто твое сердце Просто скажи ему честно Скажи Бог Даже когда мне станет тяжело Удержи меня Пожалуйста Потому что любимому Я гарантирую тебе Тяжело будет И тяжело будет Не один раз Ты хочешь видеть Что-то великое В своей жизни А ты знаешь Сколько это будет стоить О, Иисус Я верю Поднимется это поколение Голодных Бог Я верю Господь Аллилуйя Аллилуйя Я сбор Аллилуйя Давайте поклонимся Мой Бог Мой Иисус Подними своих чемпионов Иисус Мы не играем больше в церковь Мы хотим видеть тех Которые достигнут мечту Которую ты вложил в них Подними своих чемпионов Подними своих чемпионов Подними своих чемпионов Аллилуйя Я сбор Поклоняйтесь 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 Это наша атмосфера жизни Атмосфера славы Атмосфера жажды Бог Подними тех Которые неудовлетворены тем Что мы видим вокруг Бог Подними тех Которые неудовлетворены Иисус Аллилуйя Поклоняйтесь Я сбор Только ты Аллилуйя Я сбор Аллилуйя Господ Аллилуйя Ху-ра-ба-ра-ба-на-и-ка-буру Ху-ра-ба-ра-ши-га-ба-ра-ра-сты Иисус Я сбор Я сбор Я сбор Поклоняйтесь 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 Ес Я сбор Аллилуйя Аллилуйя Бог Подними это поколение Подними это поколение Которое жаждет движения Твоего Бог Начни менять Поднимай 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 Бог Мы говорим в дух Мы говорим в дух Господь Во имя Иисуса Господь Господь Аллилуйя 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 Гиро-ба-ра-ба-на-ми-ка-брис Поклоняйтесь Аллилуйя 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 Гастон Гастон Позвучит Я сбор Гастон Гастон Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, мой Бог живой, исцеляющий, восстанавливающий, освобождающий, мой Бог живой. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты живой! Ты живой! Ты живой! Аллилуйя! 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 О, Иисус, прямо сейчас я молюсь за исцеление. Я вообще этого не планировал. Конференция и для этого была. Я просто чувствую, что сейчас реальное исцеление посвящается. Дух Божий исцеляет некоторые вещи. Если у тебя что-то болит, просто начни делать то, что ты раньше делал. Скажи, болит ты Бог твоим Иисуса Христа. Так не может, не может задержаться, не будет ли тебя заорат. Кроме Иисуса исцеляют все болит ты прямо сейчас. Прямо сейчас. Исцеление, 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 исцеление. Наши тела. Исцеление. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok